Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Президиум. Хирургическая тема лечения пожилых пациентов, она всегда достаточно непростая. Как известно, по классификации возрастов к пожилому возрасту относятся пациенты старше 60 лет, а к старческому старше 75 лет. При этом данная проблема с каждым годом будет становиться все актуальнее и актуальнее, поэтому эти проблемы начинают обсуждать на больших конгрессах, потому что по данным Организации Объединенных Наций к 2050 году количество пожилых людей увеличится практически в два раза по сравнению с сегодняшним числом и достигнет более полутора миллиардов человек во всем мире, и таких пациентов старших возрастных групп с годами будет становиться все больше и больше, поэтому требуется разработка оптимальных методов и поиск оптимальных методов лечения уже сейчас. При этом с возрастом, если брать конкретно рак эндометрия, снижается количество пациентов с данной патологией, но их все равно остается немало, это порядка 20% от общего числа пациентов. Но при этом сам возраст является фактором риска, во-первых, при данной нозологической патологии за счет увеличения числа неблагоприятных гистологических форм, а также выявления опухолей на более поздних стадиях процесса. Как видно из крупного исследования, американского исследования при анализе базы данных СИР, это американский канцеррегистр, в котором приняло участие практически 40 тысяч пациентов старше 65 лет больных раком эндометрия. Видно, что у пациентов снижается дифференцировка опухолевого процесса с возрастом, выявление первичной опухоли на более высоких стадиях и с более низкой дифференцировкой. Так, например, высокодифференцированные опухоли у них выявляются до 70 лет более чем в 40% случаев, в то время как после 85 лет это уже около 30% случаев, а также снижается стадия заболевания. Так, например, изначально рак эндометрия выявляется чаще всего на первой, а стадия заболевания на самой-самой начальной достигает 60% у пациентов до 70 лет, в то время как у пациентов старше 80 лет это число достигает всего 40% от общего числа случаев. Мы проанализировали результаты лечения пациентов старше, мы выбрали возраст пациентов 70 лет как отправная точка и проанализировали результаты лечения Института онкологии Петрова с 2009 по 2016 год, результат хирургического лечения данных пациентов. У нас получены аналогичные данные с заграничными исследованиями. Так, на данном слайде представлена степень дифференцировки опухолевого процесса и морфологическая форма, и видно, что у пациентов старше 70 лет резко снижается количество более благоприятных, высокодифференцированных аденокарцином, которые достигают всего 17,5% случаев, но при этом резко возрастает практически в 3 раза число низкодифференцированных опухолей, которые являются более агрессивными по сравнению с другими, а также число неэндометриоидных опухолей, которые обладают крайне плохим прогнозом, достигая 15% случаев от общего числа больных. При анализе распределения по стадиям также видно, что начинают преобладать более высокие стадии заболевания. Так, на первой B стадии заболевания болезнь у пациентов старше 70 лет выявляется в 46% случаев, а на третьей стадии уже в 13% случаев, что у более молодых женщин достаточно редкая ситуация. При этом, с одной стороны, увеличение числа неблагоприятных гистологических форм и выявления на более высоких стадиях требует первым этапом при выполнении хирургического лечения выполнение более радикального объема и расширение объема операций. Но, как показывает практика, данных пациентов все чаще всего ограничивают в лечении, как в хирургическом, так и в одевантном. На левой части слайда представлен анализ базы данных злокачественных на образование в Санкт-Петербурге за 5 лет. И видно, что с возрастом после 70 лет число отказов в специализированном лечении получает уже 20% пациентов, а после 80 лет это число достигает 60% случаев, что, в принципе, коррелируется с данными американского исследования, где также приняло участие около 35 тысяч пациентов. Видно, что после 80 лет также падает число как и первичной хирургии, так и назначения одевантного лечения. Эти же данные подтверждаются исследованиями GOG 249 и 209, где было исследовано одевантное лечение рака эндометрия. И, по их данным, более чем одна треть больных старше 70 лет была исключена по сопутствующей патологии из одевантного лечения. И при этом оставшиеся две трети пациентов, только половина из них получила рекомендуемую одевантную терапию при данной стадии заболевания. При этом возраст является фактором риска в основном за счет коморбидности, или еще называют полиморбидностью. Это наличие несколько параллельных текущих заболеваний, которые могут влиять на течение друг друга. И, по данным многочисленных авторов, у более чем 95% пациентов старше 70 лет наблюдается одно или несколько хронических заболеваний, которые могут влиять и ухудшать течение друг друга. Проанализировав конкретно группу пациентов больных раком эндометрия старше 70 лет, получивших лечение в институте онкологии Петрова, нами было проанализировано 160 больных, получивших первичное хирургическое лечение. Они были оценены по индексу коморбидности Чарлсон, который составил более 7 баллов в обеих группах, что соответствует прогнозам выживаемости по сопутствующим заболеваниям около 30% на ближайшие 10 лет. Также у них ожидаемо высоким оказался индекс анестезиологического риска ОСА, который более чем в 90% случаев был больше либо равен трем, что прогнозирует высокий риск развития осложнений во время анестезии. При анализе распределения больных по сопутствующим заболеваниям также группы были сопоставимы, и видно было, что достаточно выражена у пациентов сердечно-сосудистая патология, практически у 100% пациентов являлась гипертоническая болезнь сердца. Также более чем в 90% случаев пациенты страдали ишемической болезнью сердцу, варикозной болезнью. Более чем у третьих пациентов в диагнозе был установлен сахарный диабет второго типа, что также характерно для больных раком эндометрия. При этом хирургическое лечение пожилых людей в основном представляет трудности не за счет выполнения самого хирургического лечения, а, во-первых, за счет увеличения числа послеоперационных осложнений, которые при этом могут протекать нетипично, а могут преобладать скрытые формы заболевания. Также могут развиваться осложнения с учетом возраста. Это спутанность сознания после наркоза, травмы, отпадения. Также пациенты могут предъявлять, не предъявлять внятные жалобы при наличии осложнений, которые позволяют заподозрить его на стадии развития. И это все ведет к тому, что у данных пациентов увеличивается койкодение, они требуют большего внимания медперсонала, и, к сожалению, у них повышается количество летальных исходов после хирургического лечения. Это также американское исследование, где была проанализирована смертность осложнений у пациентов больных раком эндометрия старше 70 лет. Было проанализировано 25 тысяч пациентов, и видно, что уровень смертности повышается каждые 5 лет после 70 лет практически в 2 раза по сравнению с предыдущим. Поэтому, на наш взгляд, перед хирургом всегда стоит проблема, когда он увидит пациентку больную раком эндометрия пожилого возраста, он понимает, что у него повышенный риск развития осложнений, а также более неблагоприятные гистологические формы, требующие более обширных хирургических вмешательств. И перед ним всегда встает вопрос, либо это выполнение полного объема данной операции, несмотря на возраст, либо ограничение данной пациентки в хирургии удаления только первичной опухоли, то есть матки, либо полный отказ в хирургическом лечении из-за сопутствующей патологии. При этом нами было найдено не так много исследований, которые изучают хирургическое лечение больных раком эндометрия пожилого возраста. Это всего около 15 нами было найдено в интернете, которые ориентируются либо сравнивать пациентов более молодого и более пожилого возраста, либо сравнивают методы доступа. Но при этом все практические исследования склоняются к тому, что необходима тщательная предоперационная оценка, а также у данных пациентов огромная важность играет выбор доступа и объема хирургического лечения. Когда мы начали вендерять лапароскопическую хирургию в институте онкологии Петрова в 2009 году, мы с опаской относились немножко к этому методу в лечении пожилых пациентов, потому что создание при лапароскопической хирургии повышенного давления в брюшной полости, создание карбокси перетонома, а также длительное вынужденное положение с опущенным головным концом, на наш взгляд, могло приводить к увеличению числа осложнений. Также анестезиологическая бригада без особой радости брала данных пациентов на операцию, но со временем накопления опыта мы начали понимать все преимущества данного доступа, начали понимать особенности, а также, как видно на данном слайде, со временем сейчас у нас практически более чем 80% данных больных получают хирургическое лечение по поводу рака эндометрия исключительно лапароскопическим доступом. При этом, проанализировав контингент поступающих пациентов, мы получили данные, что практически 30% больных, которых мы прооперировали в нашей клинике лапароскопически, они приходили к нам уже после того, как получали отказы в других хирургических, онкологических стационарах нашей страны, где им было показано назначение либо палеотивной химиотерапии, либо они были полностью отпущены под наблюдение, либо попытка выполнения палеотивной гормонотерапии. При этом мы тоже отказали трем пациентам по причине явно декомпенсированной сопутствующей патологии, но всех остальных пациентов мы успешно прооперировали. При этом, проанализировав такой параметр, как риск метастазирования у больных раком эндометрия при первой стадии, который также требует выполнения, расширения объема операции, выполнения лимфодонектомии, как тазовой, так и параортальной, мы получили данные, что практически 70% пациентов нуждается в расширенных объемах операции по сравнению со стандартными. И проанализировав наши результаты лечения, мы пришли к выводу, что практически все пациенты, которые нуждались в расширенных объемах операции, они его получили. При этом, к сожалению, были пациенты по 10% в обеих группах, которых были прооперированы как лапароскопически, так и при помощи открытой операции. Мы их ограничивали в объемах все равно лимфодисекции, лимфодонектомии, потому что выраженная сопутствующая патология, плохая переносимость наркоза все-таки ограничивала нас немного иногда во времени хирургического лечения. При анализе интероперационных показателей нами не получено каких-то существенных различий в длительности операции, они достоверны, но, тем не менее, эта разница где-то в 20-30 минут не сыграла особой роли при дальнейшем введении послеоперационного периода. Но при этом лапароскопическая хирургия характеризовалась гораздо меньшей кровопотерей, практически в три раза снижалась кровопотеря. И она характеризовалась такими же важными параметрами, особенно для пожилых пациентов, как болевой синдром и потребность в анальгетической терапии, потому что пожилые пациенты зачастую, они не так мало, у них снижена мобильность по сравнению с лицами более молодого возраста, а наличие болевого синдрома еще больше их ограничивает, а для этих пациентов как никогда важна ранняя активизация и ранний возврат к привычному уровню физической активности, и это влияет на развитие послеоперационных осложнений. При анализе структуры послеоперационных осложнений в группе, которая прооперирована лапароскопическим доступом, нами получено осложнение только первой категории по классификации хирургических осложнений. При этом не отмечено таких тяжелых осложнений, как тромоэмболия легочных артерий, острая кишечная непроходимость послеоперационного кровотечения и сепсис, которые были вывелены практически у 10% пациентов в группе открытой хирургии. При анализе структуры повторных операций в группе открытой хирургии нами было выполнено 5 повторных хирургических вмешательств по поводу тех или иных осложнений, а также был зарегистрирован один летальный исход вследствие сепсиса и развития полиорганной недостаточности. В группе лапароскопической хирургии летальных исходов не отмечено. При анализе структуры отдаленных результатов нами были оценены трехлетний период как наиболее оптимальный в обеих группах лечения и результаты не показали какой-либо существенной разницы в выживаемости как в общей, так и в безрецидивном периоде у данных групп пациентов. Также нами был паранозиловый качество жизни больных раком эндометрия после перенесенного хирургического лечения. И в группе лапароскопической хирургии нами получены более высокие баллы через три месяца после окончания лечения, а также отдаленные через год, которые мы связываем, во-первых, к более быстрому возврату после мини-инвазивного доступа к привычному образу жизни, а также практически полному отсутствию отдаленных хирургических отложений, так и в основном это формирование послеоперационных вентральных грыж, которые также приносят дискомфорт данным пациентам. В заключение суммируя все выводы, что больные раком эндометрия старше 70 лет – это достаточно большой континген больных, у которых повышенный индекс коморбидности, и при этом повышается число неблагоприятных гистологических форм и стадия на момент установки диагноза, что снижает их прогноз, и при этом их зачастую ограничивают в радикальном лечении или даже полностью отказывают в специализированном лечении. Поэтому, на наш взгляд, возраст не должен являться независимым фактором при выборе вариантов лечения, но к данным пациентам необходим тщательный отбор и оценка пациентов на операцию, и лапароскопический доступ позволяет минимизировать риски осложнения после… в результате хирургического лечения является оптимальным для данной категории пациентов. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы. Даже у меня вопросов нет. Такая тщательная, хорошая работа. Спасибо. И я думаю, что там после операционной грыжи… А нет, на самом деле был вопрос, но не по работе. Я думаю, после операционной грыжи связаны с тем, что у вас в основном пациентки с ожирением на гинекологии лежат. Ну, у пожилых немножко чуть меньше встречается ожирение, потому что у них начинает немного чаще развиваться рак эндометрия. По второму патогенетическому варианту как раз-таки не связанное с ожирением и с метаболическим синдромом. Но тем не менее, да, больше чем 35% пациентов – это пациенты с той или иной степенью ожирения. Тут надо еще учитывать, что пожилой возраст, он появляется ригидность тканей, у них ригидные стенки, которые создают мышечный каркас передней брюшной стенки, поэтому после полостных операций у них очень часто, у пациентов особенно старше 80 лет, образуются вентральные грыжи. Лапароскопический доступ профилактирует данное осложнение. Спасибо. А как Вы думаете, почему с возрастом в большей стадии выявляются пациентки? С чем это связано? Молодые чаще к врачу ходят? Во-первых, у них могут позже развиваться основной признак, который заставляет пациентов обратиться к гинекологу. Во-первых, возрастные пациентки уже думают, что у них нет месячных. В принципе, после 50 лет можно уже и не ходить к гинекологам. А во-вторых, у них позже развиваются первичные симптомы – это кровотечение с половых путей. Ну и также пожилые люди иногда зачастую в силу каких-либо причин могут длительно скрывать от родственников данные симптомы. Иногда это бывают какие-то субъективные причины, они не хотят об этом говорить, надо объективные. У них лето, им нужно на дачу, и вот после дачи я обращусь к врачу. И поэтому они обращаются гораздо позже, чем молодые, которых кровотечение начинает смущать, и они сразу же обращаются к врачу. Спасибо. 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 Спасибо.